привет ребят буду сейчас другого телефона вести эфир поэтому если будет связь плохая дайте пожалуйста знать что-то у меня все совсем телефон не заряжается привет 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 так артём давай запрос у нас сегодня такая тема достаточно интересная хорошо слышно здорово так у нас сегодня будет артём как раз сейчас я с вами вас познакомлю с артёмом тоже такой сами потом посмотрите кто что так запрос он достаточно уже давно и достаточно глубоко вот и как раз надо с вами информацию той которую которую я наверно не смогу дать я думаю что она для вас будет тоже очень интересно так пусть я тебя разверну давай привет доброго тебе так у нас сегодня с тем с тобой тема да ты хотела осветить вирус как он входит в поле человека за счет чего и как ему противостоять единственное что у нас эфир сохранится мы как-то это будем без компромата делать очень на лайте чтобы на так давай тогда расскажи представься ребятам кто ты насколько ты в практике в каких-то практиках и почему именно такая тема потому что она достаточно интересная но мало кто ее готов озвучить так ну зовут меня артем и я сколько лет буду вспоминать с 2005 года я практиках таких как сон звездами общение общение с растениями и с 2005 же я обучал различному целительству экстрасенсорике воздействию на расстоянии вот почему такая тема я вижу что она для многих актуальна и и да причем я понимаю что одновременно есть огромное количество различных точек зрения и каждая верна абсолютно единственное чем ну что ли проверить истинность каждый это уровнем счастья человека который придерживаться той или иной точки зрения вот и поговорить я хотел бы о том кто такой человек и кто такой вирус была такая шутка что вот в начале вот этого всего движения что вирус распространяется через телевизор ну вот я когда увидел эту шутку я понял что это не шутка абсолютно вирус это уровень информации и в человека он проникает на уровне информации то есть ну вот как то так если в общем если не вдаваться в детали какие то вот а за счет чего человек и как позволяет войти в свое поле это центр воли вот когда человек добровольно что-то там делает в сторону вируса вот он взлом и происходит это вот так если очень коротко и не вдаваться поэтому так у нас все и здесь происходит как противостоять ну вот сегодня например для меня вот там даже ребята не закончили вот открылась для меня не открылась мне скорее напомнили про то что у нас есть эфир более тонкие тела и в эфире вот там в эфирном теле очень многое для нас для человеков происходит и если мы лишены этого плана то по сути мы здесь ну можно сказать заперты то есть у нас нет выхода если же мы видим не только материю то мы способны во-первых воздействовать на материю а во-вторых куда-то проходить дальше вот куда дальше это уже каждый сам определяет сейчас я вижу такие задачи перед людьми они по разным направлениям в разных группах это уметь договариваться договариваться и объединяться через что угодно через любые инструменты это и финансовые инструменты ну вот с той же например криптовалютой когда люди объединяются в какую-то структуру и идут но это как бы только намеки потому что здесь могут быть только намеки на ту реальность куда можно выйти ну я уже больше сказал наверное чем можно ну не говори почему люди начинают задавать все что касаемо вируса вот вирус заходит с нас это информационный вирус с этим я согласна потому что мы все живем в информационном поле а как сделать так если уже вирус попал в нас и если вот это уже состоялось как быть тогда в этих случаях ну тогда можно играть по правилам предлагаемым системой то есть если ты по вере а у нас абсолютно все по вере дается если ты уже поверил то будь добр исполняй потому что это твои правила уже ты для чего ты это сделал это твой получается выбор ну или отсутствие выбора но все равно решение твое так или иначе вот тут на самом деле я показываю одновременно точки как выйти но я не уверен что все это видят потому что подача такая очень ну я не называю напрямую ну то есть если человек я немножко раскрою если человек поймет для чего и через что он впустил в себя какую-то любую задачу для решения то в момент входа вот он и выход но это надо осознавать чувствовать себя я не знаю я понятно не говорю да ты говоришь то есть если ты принимаешь полностью ответственность что все что с тобой произошло это твоя ответственность и тогда уже ты делаешь тебе вот это вот чтобы что вот тут вот еще вот буквально у меня за неделю проигралась и состыковалась про ответственность именно ответственность у нас есть внутренняя когда я беру ответственность за себя за свой мир это дает мне силу и ответственность используется системой то есть люди сами создают систему через вынесение ответственности во вне и начинают манипулировать друг друг другими с помощью ну через ответственность я увидел что именно так возникает система это ее инструмент это вот баги баги системы или можно сказать баг человека который допускает некое якобы внешнее воздействие вот у всех сил они действуют все по одним и тем же законам абсолютно и нарушить изначальные законы они не могут все по вере вот надо как-то внедриться в человека так чтобы он сам дал добро на вот это вот происходящее то есть тут можно глубоко вообще погружаться в в ту систему да или в тот мир который нас окружает здесь здесь основное это суметь удержать свой стержень внутренний вот этот центр воли хорошая опора это вот как выходить я немножко еще намекну просто не намекну а направлю внимание потому что все и так это знают внутри себя мы это каждый знаем то есть чувствуем вот эта уверенность когда я иду я не знаю даже порой куда я иду я иду но у нас есть такие инструменты как например чистота чистота через например опять же настройку с накопленной энергией в различных эгрегорах ну то есть например христианство, буддизм там огромное количество энергии человек когда туда выходит ему помогает эта энергия она может быть и персонифицирована через кого-то и идти напрямую если человек готов воспринимать не через форму и вот этот поток который идет к нам важно суметь задать себе вопрос откуда это все идет и увидеть ответ и соединиться с этим вот тогда человек неуничтожим то есть у него есть взаимосвязь с самим собой ну получается да, что если есть связь с самим собой если ты не хочешь никакого давления ну потому что если ты не дашь свое согласие на вход какой-либо информации то она к тебе не зайдет это согласие может быть понятно что да таким это такое образное слово а люди тогда которые придерживаются каких-то религий значит они уже управляемые получается каких бы то ни было тут как в песне поется у Третьякова Виктора да нам любую веру дай и будут вам святые люди мы все разные кто-то приходит в религию мы немножко отклонились но это ладно как пошло кто-то приходит в религию для того чтобы подняться а кто-то уже как практикующий для того чтобы например суметь перенаправить куда-то энергию то есть тут опять же мы все разные кто-то идет по ступенечкам и кто-то пока я никого сейчас не хочу как бы обидеть что ли да но кому-то достаточно религии а кто-то понимает что это всего лишь окошко тут же от человека от самого все зависит кому-то Бог вот он через картинку на стене говорит ну хотя бы такой способ хорошо все мы разные а кто-то понимает что все внутри и картинка тоже посмотри посмотри Лена задает тебе вопрос а совесть тоже инструмент или это не вопрос или может быть это утверждение совесть тоже инструмент просто наверное тебе вопрос ты отличай но я думаю что все таки я не знаю критерий совести наверное нужно тогда привлечь что такое совесть да не до конца понятно что имеется в виду совесть как некое так я на самом деле об этом и говорю если получается ну вот если рассмотреть что такое совесть то это то есть это взаимосвязь с чем-то да с более высоким вот я об этой взаимосвязи и говорю только там уже нет слов то есть можно это как-то выносить в термины для того чтобы передавать но когда человек выходит вот туда на себя знание на естественное знание говорить уже не о чем то есть два человека встретились посмотрели в глаза друг другу все поняли все говорить не о чем то есть есть еще такая поговорка если надо объяснять то не надо объяснять то есть человек способен быстрее видеть чем он способен верполизировать иногда это надо да вот это вот взаимосвязь вот вот ее как точку взять и все и поймать тишину и оттуда будет распаковываться пласт информации со всем необходимым и там все ответы абсолютно на все даже возникающие в моменте вопросы то есть это живая пульсирующая точка информации она живая она не статичная она не будет давать ответы которые были кем-то воспроизведены когда-то в прошлом она будет даже опережать любое пожелание человека и это все в человеке то есть кто такой человек вот сюда вот выйти и человек становится неуничтожим получается что человека может уничтожить только он сам да и больше никто а здесь никого больше нет здесь больше никого просто нет это все один один внутри самого себя это не теория это вот практика если на эту точку выйти я на нее еще раз указываю причем я же не говорю где она находится координат нет никаких то есть она везде я вот на эту информацию вышел в 2005 году когда в книжке у Мегре прочитал что любовью можно сканировать пространство я увидел что любой ответ на любой вопрос есть всегда рядом то есть это можно смотреть просто глазами в точку и она будет распаковываться как ответ если вопрос из правильного места там единственное ограничение то есть если человек смотрит например из любопытства то ему дано не будет но опять же по чистоте то есть если чистый человек будет смотреть из любопытства он увидит но будет ли смотреть чистый человек из любопытства да да я тебе зачитаю еще вопрос тебе задали а если человек заболел вирусом неосознанно что это значит не понимаю как неосознанно потому что я сейчас попробую а это мне пришлось туда погрузиться вот в этот слой это уже тогда причинно-следственной связи кстати вирус это не так плохо на том уровне вирус это в том числе я имею ввиду сейчас процесс прохождения вот этого очищения я именно так к этому отношусь вот на том уровне у меня есть знакомая которая рассказывала мне как у нее проходил процесс и это очень мощная чистка она говорит что у нее таких чисток никогда в жизни не было хотя в практиках различных она очень давно то есть это очень мощный трансформирующий человека процесс то есть она вспоминала и прошлые жизни и какие-то взаимодействия то есть опять же как человек к этому относится к чему он готов и какие силы через него то есть кто он изначально но если вот неосознанно тогда надо смотреть причинно-следственные связи и об этом я уже говорил что можно смотреть точечно то есть как вот пазлы где они стыкуются и тут единый для всего уровень информации для того чтобы это начать видеть надо понять что все вокруг это информация и тогда можно посмотреть где одна информация стыкуется с другой информация о здоровом только что человеке где состыковывается в каких точках и за счет чего с информацией о нездоровье на самом деле это достаточно видеть там уже можно не идти в причинно-следственные связи то есть знание причинно-следственных связей это достаточно такой приземленный уровень это когда человек еще отрывается от программ он изучает ну например можно Лазарева Сергея Николаевича почитать его диагностику кармы я когда-то с него начинал вот он очень детально описывает как у человека что происходит ну и таких людей достаточно много есть и у Лиз Бурбо еще одна женщина она по-моему Луи Вилма также у Зеланда это есть но у него внутренние перекосы рассмотрены в человеке то есть там допустил важность создал обратный вектор и получил методику которую или систему которую человек выберет можно абсолютно любую взять лишь бы она была вам комфортна это вот на том уровне так угу так ну тебе тут сказал я тебе сейчас быстренько зачитаю да для меня вирус был сильнейшей трансформацией и трансмутацией это Настена тебе отвечает и второе я и сама его захотела тогда и тебе тут еще глубокие мысли нужно осмыслить спасибо и Вика пишет Вик мы говорим что такое человек и как влияет вирус на человека да человека вот еще наверное можно стоит затронуть что если человек будет воспринимать любой процесс через страх через отрицание то он не увидит тех позитивных моментов которые могут произойти то есть он будет настроен на тот негатив который с ним происходит и не увидит вот ту параллельную веточку в которой с ним наоборот все хорошо то есть я сейчас говорю вот о переходе неком один вариант и другой вариант реальности и человек из-за это вот то что у Зеланды описано человек из-за своих реакций погружается в более негативную реальность и не видит того что с ним происходит одновременно в соседней реальности поэтому вот в Библии например очень много стихов начинается со слова «радуйтесь» и вот по этой радости человек постоянно переходит из Библии это же не простая книжка ну собственно этот вирус он же описан пусть не напрямую хотя может быть и напрямую еще тогда то есть все то что сейчас у нас происходит происходит только потому что люди не дотумкали о другой программе не предложили более совершенную или более сильную хотя в зачатках эти вот идеи что ли они уже реализуются просто пока нет коллективной массы такой которая бы победила этот образ только поэтому сейчас стивилизация у нас идет в технократию ну все мы понимаем к чему это все идет только поэтому но в любой момент во-первых каждый человек может перейти свой вариант который откроет и в любой момент мы можем объединиться и предложить миру жизни другой вариант который мы сами создадим или уже создали потому что времени не существует ну а про объединиться ты имеешь в виду что значит объединиться то есть мы же понимаем что мы все настолько разные и объединиться это тоже такое достаточно шаткое слово в нашем огромном мире ну вот вроде как мы разные но на самом деле мы один и вот та частота на которой мы вибрируем именно частота частота вибрации тот звук тот звук который идет через нас который мы транслируем он и складывает все и мы сейчас едины вот даже находясь вот здесь мы так или иначе здесь вибрируем мы сюда не просто так зашли это мощнейший опыт то есть мы даже вот здесь сейчас едины мы это все создаем перед что это все создается якобы ну по нашему попущению да это средства массовой информации сейчас они взяли ну можно сказать управления но даже у нас у каждого течет по-разному восприятие плотности времени у каждого разное так тебе тут еще вопрос реальность может быть только одна и второе от марша маршал от кого тогда пришел вирус чья идея я начну со второго для меня неважно откуда пришел вирус ну то есть есть информация что там это где-то что-то кем-то разрабатывалось но это на уровне материи так проявляется или объясняется что по сути одно и то же а что там первый какой вопрос реальность может быть только одна реальность у тебя может быть только одна то есть у нас огромное количество реальности одновременно уберите телевизор уберите общее время и мы увидим наглядно что у каждого своя реальность при этом где есть да там есть одновременно и нет то есть перед тобой одновременно огромное количество реальности если тебе кто-то скажет только да только версию да ты понимаешь что этот человек ограничен то есть да у тебя одна реальность и у тебя огромное количество реальности одновременно все зависит от скорости твоего восприятия ну можно в таких терминологиях говорить и от твоей настройки вот если мы здесь касаемся автономии то две ночи не поспать и у меня начинается такое вот расширенное восприятие когда видишь ну пока я это вижу как звуковые вибрации которые дают картинку то есть я конкретный пример приведу если у соседей есть какой-то звук шум воды кто-то говорит то я это вижу я у них никогда не был я это вижу вот это вот восприятие одновременное оно чуть-чуть расширено а если выходишь на восприятие и одновременно всеми то вот оно уже коллективное сознание ну или можно назвать это неким универсумом то есть богом но вернее так его представить потому что он не только это но это опять же все в человеке то есть тут нашу собственную безграничность можно только предполагать ну вот он дает пояснение у каждого своя иллюзия а реальность одна у каждого свое кино другими словами и это будет для тебя верным то есть так всегда работает то что ты то та частота на которой ты звучишь она и будет разворачиваться перед твоими глазами и ощущениями ты сам создаешь единственный критерий это насколько ты счастлив тут все и то что сейчас мы проводим эфир то есть каждый видит не не меня не тебя слышит не меня не тебя а слышит только именно свою картинку слышит самого себя видит самого себя и интерпретирует то что у него сейчас в него входят какие информационные волны это его волны которые отражаются просто от нас и по сути да и по сути да ребятки задавайте вопросы еще Артему как бы ты порекомендовал может быть какие-то практики чтобы быть более осознанным наверное чтобы уже понимать где границы твоего когда ты можешь дать разрешение когда ты не можешь дать чтобы почувствовать что да это вся моя реальность это моя ответственность я бы вообще о практиках поговорил с точки зрения нашего восприятия то есть например сегодня я дал очень мощную практику конкретное действие если кто-то ее увидел именно как практику и сможет взять этот уровень да это ну уровней нет это все относительно вот эту практику если кто-то сможет взять кто кто ее увидел кто заметил то вот это даст огромное огромное ускорение потому что там одновременно и некий такой генератор ускоритель мышления и отцепка от существующих привязок там все но если мы например смотрим чуть-чуть по-другому то есть более точечно через задачу конкретно поставленную то есть например необходимо растрясти тело то есть какая практика нам нужна телесная мы находим специалиста ну вот у нас в клубе здесь уже есть несколько ребят вот и они дают нам конкретную практику на то чтобы нашему физическому телу стало полегче то есть это вот два способа либо идти напрямую в источник информации откуда будут даваться практики причем там немножко другая скорость то есть не надо ничего делать там происходит на уровне понимания или чувствования то есть что понял то уже можешь применять или что понял то уже произошло для тебя как свершившийся факт вот этот уровень он ну есть информация о том что этот уровень рау раньше был общедоступен и у пушкина не помню как стих называется ну вот по этой строчке можно его найти глаголом жечь сердца людей вот я услышал про эту строчку я нашел это стихотворение я его почитал я посмотрел и я задумался а что же такое тогда глагол то есть каким глаголом жечь сердца людей что это такое глагол это совершенное или завершенное действие вот в данном конкретном случае то есть любое слово это уже свершившееся действие тогда происходит вот это то что у Александра Сергеевича описано как сжечь представьте процесс зажигания или пережигания то есть происходит опять опять же то же самое то есть человека выжигает вот старых его привязок и выводит на какой-то новый уровень происходит возгорание внутреннее на уровне духа тут именно с уровня духа работа идет вот с уровня духа каждое слово это и есть уже совершенное или завершенное действие ну и я напомню что у нас библия начинается с того что в начале было слово ну вот я замкнул сейчас некий круг по которому можно ходить и открывать все новую новую информацию если вопросы есть с радостью еще направлю свое внимание ребят задавайте вопросы распаковывайте себя то есть там любая даже технология заложена это как раз девочки это как раз вот сейчас то что говорит Артем я сейчас просто в Екатеринбурге нахожусь это у нас была закрытая встреча вот и как раз проекту практику мы с вами говорили даже немножечко ее затронули вот так что вспоминайте пользуйтесь переосмысляйте задавайте вопросики вот пока вопросов нет я просто поделюсь одной практикой я тоже когда-то с нее начинал она не то чтобы описано о ней упоминает порфирий иванов это вот когда обливаешься холодной водой там рекомендуется два ведерка воды и вот перед тем как облиться надо подышать с высоты вот я не сразу понял что это такое но я такой человек что я не могу сделать пока не понял и перед тем как первый раз облиться я вот туда свое внимание вывел наверх и ощутил что там находится там чистота там нет мыслей там чистота это вот как раз уровень духа оттуда раскрывается подышать с высоты то есть опять же простые слова да но если ты их совершаешь мысленно то есть размышляешь или вдумчиво выполняешь то открывается сразу тот уровень откуда это идет как практика практика дающая мгновенный результат когда выходишь вот на эту чистоту то ты там как заякореваешься у тебя эта чистота в сознании она постоянно есть ты туда способен выйти или подняться даже если опустелся и вот оттуда уже можно черпать информацию как там вопросы появились да два вопроса появились первый вопрос про блэкаут разговоры ведутся что вы думаете об этом что такое блэк аут я не знаю может быть ошибка какая то напишите пожалуйста если что и второй вопрос Артем как ты уходил от привычки кушать я не ушел от привычки кушать привычка то я сейчас не на автономии я сейчас вернулся в еду и я отслеживаю ту область информации которая во мне запросила этот опыт я ей даю этот опыт одновременно понимаю что мне это уже не надо это но если моя какая-то часть еще просит этого опыта то на здоровье тем более что ну кстати говорит сейчас не Артем а через Артема это я думаю многие понимают вот тем более что вот это все оно никуда не уходит я Светик говорил что я вот это вот состояние включенности одновременности могу включать просто ну да это мы уже тоже обговаривали ребята мне говорили если вы научились плавать и не попадаете там на море в бассейн несколько месяцев несколько лет и потом вы опять приезжаете на море вы будете так же плавать вы не станете лучше плавать если вы не будете практиковать но у вас уже этот навык он останется на всю жизнь и просто мы с вами поэтому мы с вами идем в практике чтобы какие-то наши результаты мы их увеличивали улучшали 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 ну до тех до тех пор пока нам это удобно пока нам это выгодно пока мы с этим справляемся наверное даже так а второй вопрос вам есть а вот как ты ушел от привычки кушать я сейчас наверное поспорю блок-аут потому что может быть я что-то как-то отстала от жизни или может какая-то ошибка вот некоторые вопросы ну вот в таком эфире их наверное невозможно коснуться да в силу того что света озвучила в начале общения но если смотреть через то что я сейчас говорю уже можно увидеть ответы вот если я понял блок-аут кризис мирового отключения электроэнергии вот пояснили да но это тоже иллюзия ночи это полностью света не проницаем так многозначительное слово собирает значительное внимание затмение так отлично что вы об этом думаете кризис мировое отключение электроэнергии вот опять же надо понимать где мы все находимся и кем мы являемся эта информация которую я сейчас озвучу она уже много откуда транслируется с разных точек зрения но по сути люди говорят об одном и том же о том где мы все находимся кто нами руководит кто нам помогает вот эти все трудности кто для нас создает с какой целью то есть мы здесь с неким заданием для того чтобы его решить нам дают задачки мы их решаем для того чтобы наш дух укреплялся чтобы мы росли и делается это с большой любовью то есть на одном уровне нас зажимают на другом уровне это все Бог это все любовь и когда уходишь от привычного восприятия которое поддерживается телевизором и прочими средствами массовой информации и вспоминаешь о том кто ты есть кто я есть что здесь кроме любви больше ничего нет то пазлы начинают складываться пусть не сразу для этого надо отцепиться от привычного способа восприятия вспомнить кто я то есть тут даже можно через психосоматику уходить через решение своих внутренних проблем что ли да задач опять же то есть начинаешь рассматривать как я создал тот или иной страх который во мне сейчас вызывает определенную реакцию это вот мой опыт я рассматривал и я стал понимать что в детстве маленький мальчик очень чистое сознание очень ясное сознание был готов делиться всем всем тем что через человечка шло взрослым это не надо было они видят что человек не вписывается в рамки в которых они уже находятся и они начинают это закрывать у меня идут реакции то есть сейчас у меня есть страх но до этого была любовь которая через меня шла прямым потоком вот от источника и когда вот на вот это выходишь то допускаешь что есть другая точка зрения и другая логика даже событий то есть вроде бы реальность та же самая даже информация приходит та же самая но смотришь на это уже по-другому то есть просто картинку объективно возьмем там падение или крах чего-то в системе и это для того чтобы люди шли например в автономию то есть не хотите по-хорошему уже давайте задумываться кто-то же против этого пока но автономия я не утверждаю что это единственный путь потому что есть другие направления другие течения и сказать что кто-то ошибся это будет неправильно потому что это всё единый организм единое сознание которое размышляет которое самообразовывается кто-то говорит что наши предки нам помогают создают трудности тоже хорошая версия мне нравится вообще умение взаимоувязать то есть не оставить противоречий между совершенно различными точками зрения это хорошая хорошая тренировка для сознания но получается если будем верить что предки нам помогают то это значит снятие ответственности с себя то есть не я сам себе помогаю не я сам себе хозяин а мне кто-то помогает это не про это да немножко в другом контексте помогают то есть создают трудности для того чтобы я рос то есть есть на внешнем якобы какие-то люди или какие-то организации которые это все создают но на внутреннем это все ну например например предки потому что это не единственная точка зрения я одну из озвучил одну из точек зрения тогда я смотрел огромное количество фильмов с залпом такие как сейчас может кто-то вспомнил например 13 этаж мирный воин наш дом очаг я сейчас просто все ну матрица та же да ты начинаешь задумываться вот именно с той точки зрения где я нахожусь откуда эта вся информация идет то есть вот это помощь знание это помощь нам дают информацию о том как здесь все устроено прямым текстом зачастую только для того чтобы увидеть это все надо отпустить все то что до этого знал надо идти с пустой головой с пустым сознанием тот же фильм мирный воин вообще уникальный там как раз говорится об этом вот состоянии я не знаю сидит Дэн в машине и плачет а я не знаю что мне делать а я не знаю это первое осознание воина то есть дальше ты можешь идти только пустым ты уходишь из ума тебя не держат концепции ты идешь чувствами ты получаешь опыт живой настоящий и нам вся информация дана абсолютно все кто не видит инструкции тот просто еще не понял где находится инструкции в виде в рекламе на щите если настроен видеть вспоминаете очень многое и с вами происходило и вам кто-то рассказывал я сам как-то ну вот я просто вспомнил шел по городу и было не очень хорошо я такой а-а-а что же такое вот на щите ну небольшая рекламка сила в доверии все только в доверии не надо умом искать кому или чему довериться в доверии вот прямо сейчас к жизни все открылся и пошел да-да как у нас любят говорить знаки да не знаю Миша сейчас еще эфир или нет тоже сомневался когда ему заходить не хотел когда ему заходить на сухие дни зашел на сухие дни и проезжает и мимо плакат огромный плакат висит автономия он мне его снял скинул прямо у меня картинка даже есть на тебе пожалуйста ну и вот коснемся опять я уже забыл это слово как оно называется по-моему не русское из вопроса вот вот но нет сотового телефона например ни у тебя ни у кого так можно ведь начать тренироваться у меня когда первый телефон появился еще кнопочный и мне человек звонит а я смотрю кто звонит и начинаю представлять о чем может со мной этот человек разговаривать вот именно сейчас по какому поводу он звонит я сначала понимаю что что он хочет потом беру трубку и там один в один этот диалог он разыгрывается ну можно тренироваться не хотим тренироваться будет то что по теме вопроса опять же для того чтобы привести нас в сознание вывести из этого морока я когда-то песни писал и вот одну из песен я написал именно с тем посылом что не надо вот эти вот все приборы себе брать да их использую если они нужны если они необходимы но не не передоверяем свою ответственность внутреннюю то есть все вот эти вот приборы все что они могут это повторить те способности которые есть внутри человека то есть телепатическое общение на расстоянии или согреть человека на расстоянии это можно при ну там какой-то тренировке небольшой да причем я бы заметила именно небольшой потому что эти способности настолько у нас даже на данный момент развиты нам их просто нужно включить каким-то вот самым простым действием я вот еще одной темы коснусь дети вот если с детками вот на эти темы разговаривать только серьезно разговаривать не так как у нас принято там иди уроки сделай а ты поел и прочее серьезно разговаривать погружать человека погружать ребенка у нас будет другая цивилизация просто другая цивилизация потому что через них начнет потоком идти информация вот я чуть раньше рассказывал про маленького мальчика через которого шла информация про себя маленького представляете если бы каждый родитель взял ответственность на себя за себя за свой мир и начал на равных общаться с ребенком мы бы изменили мир в считанные годы просто изменили бы потому что вот этот поток чистоты чистоты с сознаниями с технологиями почему у нас не так много технологий я имею ввиду отличных то есть не на взрыве сгорания не двигатель внутреннего сгорания а другие технологии почему их мало потому что с детками мало разговаривают у них особенность в том что они более чистые им еще родители не навязали но навязывают делают себе удобными и и это все в масштабе то же самое делается это вот по теме сегодняшней нас просто хотят сделать удобными это невозможно а те с кем возможно только их опыт и тут надо смотреть только через любовь на определенном уровне сознания другого просто нет здесь все любовь здесь все свет свет изначальный не от лампочки изначальный который в каждом человеке и опять же подтверждение этому очень много в любой религии в любой философии если кто-то задорного слушал концерты ура ур это внутреннее солнце ра это свет который уже проявлен то есть это уже следствие ра солнце но это уже следствие потому что есть ур ура и побежали не знаю будет что отвечать на этот вопрос или нет как вы относитесь к прививкам ну давайте вот с этой точки зрения зайдем если уже есть необходимость сделать прививку то на нее можно воздействовать таким образом что она будет никакая как воздухом укололи пустышка если достаточно плотное сознание у того кто так работает тут напрямую я вроде не ответил как я отношусь но если прижмут я скажу да делайте потому что человек это не тело человек это не тело но для того чтобы так сделать надо действительно себя осознавать не телом то есть если будет хоть где-то страх он реализуется это универсальный закон любая энергия она творящая то есть в человеке есть комплекс энергии и если мы какую-то энергию не учитываем не даем ей своего внимания или предназначения то она будет реализовываться вот пока человек неосознанно живет у него иногда бывают какие-то процессы которые он вроде как объясняет что это вот с ним что-то произошло когда человек приходит целостное самоосознавание то есть себя пространством себя жизнью он видит что источник всего происходящего это он сам и та же самая энергия которая к нему приходила через якобы другого человека с негативом он начинает это видеть как проявление самого себя у того же критикова я сейчас немножко слова не вспомню но смысл в том что Бог отправился со злом воевать ну так победить и не смог возможно такое нет да ребят тем более мы с вами столько времени говорим и столько у нас примеров есть да какие чудеса с нами происходят только лишь потому что в нас заложена такая энергия распаковывайте себя и ваши страхи уйдут ваши страхи уйдут с теми побочными эффектами которые которые вы на данный момент видите их не будет у нас время подходит к концу Артем я тебя благодарю за то что ты сегодня был с нами за то что ответил на наши вопросы за то что столько всякой информации дал очень нужной очень полезной которую нужно еще осознать я думаю что мы тебя еще пригласим ребят вас тоже всех благодарю кто был сегодня с нами если есть какие-то вопросы я на инстаграм Артема оставлю ссылочку можете ему лично задать если хотите чтобы Артем еще вышел в эфир пишите вопросы и мы их обязательно раскроем все благодарю вас всех благодарю тебя спасибо большое я отлично то что через меня прошло надеюсь будет ценно